Подписывайтесь на Телеграм и приходите на стримы. Споконачи, Владимир Вер. Надо попробовать. Ну все, кайф. Здесь вроде больше ничего нет. Оговорила, кстати, какая-то жительница о том, что когда колокол зазвенит, что-то крутое произойдет. Но это супер неочевидная, конечно, тема. В плане того, что я уже давным-давно забыл об этой реплике. Спасибо за подсказку. Еще мне каждый раз придется поставить, чтобы брать улучшение клинка. Мама родная. Блядь! Блядь, да? Ну это пиздец. Что мне делать? Жесть, он преобразился прям. Пикори Блейд. Сила ветра зарядила твой клинок. Силой четырех элементов твой клинок стал клинком четверых. Четверным клинком. Заряди свою силу в клинке. И используй ее для того, чтобы стримить лучом. Используй ее для того, чтобы сломать проклятие в Айте. Разрушить. И восстановить людей в Хайруле. Окей. Похоже то, что создание священного клинка каким-то образом открыло проход. Должно быть, этот проход ведет в комнату, которая содержит секрет силы света. Джей, мы должны пойти внутрь. Я верю на то, что... Как называется стекло? Правильно я забыл. Не мозаичное, а как оно? Короче, эта штука показывает, где находится источник силы. Витраж? Да, витраж, наверное. Давным-давным-давно. Это же было со вначале игры. Когда мир был поглощен тенями. Маленький пикорий появился из небес. С клинком. С храбростью и полным куража герой очистил тьму. Когда мир был восстановлен, люди охраняли этот меч с осторожностью. И сила золотого света. Че-то там в принцессе. Не успел это читать. А, так вот, что это все значит. Опа! Эза, ты действительно слишком добрый. Сперва ты дал мне мою магическую шляпу. А теперь ты привел меня сюда. В общем-то, ты мне больше нахрен не нужен. Ха-ха-ха! И, в конце концов, я нашел расположение источника света. Или силы света. Ти-джик, просыпайся! Ты что, не можешь проснуться, Ти-джик? В Ати притворился королем, чтобы отправить... Ну, короче, чтобы найти источник световой этой силы. Когда он изучил это место... Он дождался, пока мы переплавим клинок. Если верить этому витражу... Источник света находится в принцессе Зельде. В Ати сделает что угодно для того, чтобы украсть силу у нее. И если он окажется успешным в своем деле... Мы никогда не сможем вернуть... Расколдовать принцессу. Мы потратили слишком много времени, Ти-дж. Нам нужно остановить В Ати. Подожди, я потыкую витражи. Делаем сейв. А может, не делаем? Нет, не делаем пока. Наверное, тут можно после прохождения играть, но я не уверен. Ух, ебаный В Ати, сейчас ты у меня получишь. Что-то тут все поменялось. Чего-то тут все поменялось. Играет музыка. вот я что-то сделал он окаменел всех что что это они все превращены в камень министр и стража как принцесса зельда это может быть проделками только злобного ваатия какой уёбочек мы должны использовать силу священного четверного клинка чтобы все это предотвратить чтобы вернуть короче сделать как было ой спасибо за то что восстановил меня я чувствую себя гораздо лучше не волнуйся по поводу меня я буду в порядке помоги остальным клинок походу заряженная так и снимает проклятие да как и говорили невероятно вот что случилось когда я стрелки джек нам нужно твоя помощь вайте забрал нашу окаменелую принцессу на крышу замка должно быть им планирует что-то ужасное мы должны восстановить а ты тот кто вернул меня в нормальное состояние спасибо тебе но слушай ты заметил как странно себя вел король последнее время это все потому что это не король это вате и он вы захватил одного за другим он превратил нас всех в камень а потом монстры атаковали нас что случилось замком не хочешь за фьюзить ки 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 развodi это замок хай Europa я не могу это поверить что здесь случилось маге of哎ти становится более сильной чем я только мог представить но король и зельда они в опасности ки-джей погнали погнали и зла были прикольно то что замокuin holo превратился в негативный замок и мы здесь будем бегать это прям как данж даohuena охвате эти пизды надаю сейчас куча пикапов для папочки а я же могу верно прыгать чем не стоит нет не такой высокий прыжок дороже не прошли зельда вот походу финальный данж это замок хайрула я глушен или нет блядь потерял стреляющий клинок да что происходит вниз пока падать не буду по эти помы неприятные щелы по названию стрима а чё там описано наверно воздушный данж какой-нибудь или типа того есть модеры блин у меня три модера по мосту поэтому я поснимал очень многие модерки а все я уже написал нормально этом совет так даже не толкается предлагает превратиться в минише но я пока не хочу становиться минишем о нет моба респавниться обманка дверь меньше нужно спрыгнуть сюда все понятно все ясно как белый день клетка еще клетка с королем клетка король я спасу но и сейчас три немало но очень редко бывает когда все три модера на стриме но вообще не очень редко но в общем-то я стал на это самых активных деток так зашел это данж нет после зельда покемонов не буду если у кого-то из комьюнити есть лицензионный картридж покемонов который мне готовы дать безвозмездно чтобы я его никогда вам не вернул не только на прохождение тогда да я в покемонов готов поиграть продам сколько у тебя есть куплю выпалка с партнерки пришла можно купить картридж вроде можно не лицензионные запускать сэйва еще плохо хранятся и не хочется ох диджек ты тот кто разрушил разрушил проклятие и вернул меня в нормальное состояние ты вырос крайне смелым ты стал крайне смелым с момента нашей последней встречи я должен сказать но что случилось с этим замком я был под проклятием в ате это все его работа как король хайрула я должен сделать что-то с мирными людьми но я слишком стар я буду прикрывать твою спину ти же у тебя есть священный клинок мы должны положиться на тебя пожалуйста ты должен найти и спасти мою зельду возьми этот ключ ты можешь использовать для того чтобы выйти из замка в подвал хорошо папочка ну я чуть-чуть играл вот в пиратский картридж покемонов и все вилайн злодея если шо а ну ну бывает мякси тоже не отображается этот смолик в чате если что интересно этот стол здесь по приколу стоит или с ним что-то можно сделать надо по приколу как декорации будет что-то кроме зельда чтобы ты хотел лол тебе смешно гоши или шо или ты хочешь лол я бы хотел кирби я бы тоже хотел кирби ну варилэнд планируется да я дана перед варилэнд пройду какому-то коротенькую игру на час а язык возможно или лол понятно но ни того ни другого не планируется полки полиглигент и поржался этого а два в одном нихрена мне кажется так нельзя выбирать что-то одно либо ты ржешь либо ты лол не не пакман битый мапчик final fight не поймай когда я так это заряженная так и такую это наносит много ровно или мало что-то мне подсказать что мало но вы черепахи черепахи пройдены да и мы говорим про геймбой там новых черепах нет там только старые черепахи так но это лишь карта нам не нужно еще компас чтобы чувствовать себя хорошо не мая фигурки чел который копает шахту дофига еще всего мне еще кинстоуны собирать а я случайно вышел из замка ее мое что ты стоишь охренеть я вышел из данжа просто по приколу dark high rule castle так это не фейк блин вот бы заряжена так и пробивала блока она так долго заряжается то что это не был бы имбой тем более у меня блять великий меч четверых там или как он форс ворд меч стреляет на фулл хп душ по приколу контейнер хп собирает ну видимо да посмотрим я не знаю буду ли прямо на сто 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 но побегать бы по локациям со всеми способностями было бы интересно да собирать всякое у меня там на болотах очень много всего открылась я был отличный обзор на твой обзор носок на за 90 за 90 рублей я смотрю ты прям фанат этого видео ну может сделать почему нет а зачем нет все мой вещь может отразить выстрелы все понятно тысячи челоси мию тайгер свитками не затриггерил да мне говорили когда будет прыжок нужно вернуться я помню не возвращался до или возвращался я уж не помню комби то есть это в тарелку хоркнул обзор напитков это был лучший перфоманс всех обзоров которые я делал вроде после зельды хотел отдохнуть от геймбоя ничего еще не запланировал блин я хотел у вас поспрашивать по поводу аук стримов кто там шарит за стримы аукционные я же хотел на дре аук игровой застримить можете мне скинуть сайт где это происходит и примеры какие-то кроме реквизита есть какие-то еще примеры я у него там видел документ в принципе где правила расписаны короче разную инфу по поводу игровых аукционов если в лишку накидайте в дискорде я буду благодарен потому что я еще вообще ни хера не подготовился падешь мл у них тоже да надо посмотреть ухты круть а зачем кнопка кнопка наверно ресеты да в смысле турнирных сетках какие турнирные сетки поинт аук точка ру это наверно твой сайт и худшим изменяется деньги вытащить там наверно все одним сайтом пользуются да а чё какие правила у всех вот короче я чё хотя посмотрите получается в основном все делают колесо аук да чтобы даже у маленьких донатов был шанс выиграть и так типа интереснее азартнее получается я сперва с вас собираю донаты у нас формируется колесо колесо прокручивается выпадает какая-то игра я играю в эту игру какое-то определенное количество времени а после этого что я делаю я заново кручу вот это колесо которое уже готово ресетаю колесо либо даю возможность наполнить это колесо снова и крутить с тем что уже было до этого я донат на аук собирался проводить потому что я буду стримить на дыре люди полюбас будут донатить и так а так они хотя бы смогут задонатить и что-то получить взамен некоторые проходят игры такое тоже знаю да если играть и понравится то могут и пройти я против этого вообще ничего не имею и это прикольно но просто наверное именно на аук стрим я бы хотел пощупать как можно больше разных игр а проходить уже если что отдельными стримами твой аук твои правила ну как типа принято как бы большинство делает у каждого по-разному я бы наполнить снова думала ну короче нормально наверное оставлять ну хотя блять а если кто-то задонатит там 10 тысяч в какую-то свою игру и тогда она в этом колесе будет постоянно раляться ну хотя мы в нее сыграем да и она выбудет из колеса ну наверное так можно просто если мы не будем сохранить предыдущие тогда это будет пиздец какой-то выкачивание бабок я думал в этом суть ну как бы да но и надо же какую-то грань тоже иметь наверное дополнять самое нормальное ну наверно в основном все ресетуют пока что не видел чтоб сохранял кто-либо а почему и сколько они нахрен крутит колес тогда за один аук стрим бля я ни один полностью аукцион никогда не смотрел я только смотрел как ставки собирают и дальше не смотрел никогда а короче смотря как ты решишь можешь выбывание как у хесоса там у некоторых стримеров типа крутишься выбивает ну там типа батл рояль когда чё-то там соревнуются как-то между собой игры в итоге одна остается с и ты в одну играешь а потом ты типа после этого выхода рецепт решал я просто опять же не знаю кто насколько там хочет у меня денег вливать и какой вариант лучше подойдет для для моего стрима я не знаю сколько будет людей и какой вариант будет более оптимален для какого онлайна я просто вообще ни разу не тестил поэтому стрёмно немного аукционные уклад не бежать с ключом назад вроде и вяливать деньги не будет там что-то писала что 100 тысяч рублей в на на секунду зарабатываешь но открощение какой-нибудь стрим реквизита посмотреть аукционные давай элис не скупись ё-моё половину твоей зарплаты мне хватит ему на прошлом лол выпал да я слышал я вот кстати думал по поводу онлайн игр стоит их оставлять или не оставлять я скорее все буду где-то около часа играть в игру поэтому наверно онлайн игры можно оставить а еще кстати был вопрос с тем что будет если блять закажет какой-нибудь фэнтези старнюю генезис который весит 100 гигов я убрать качай буду весь стрим это чудес такие с такими ситуациями когда закажешь какие-то супер плотные игры и прибегать ли в таком случае к гогу так называемому пришли мне на стиме осталось полторы тысячи рублей а рифан такая штука но кстати да можно реально правило поставить тогда наверно на вес игры в таком случае обычно право это у кин экстрим не играют просто не знаю буду ли я больше одного аукциона делать неизвестно как это все пройдет мало первый день правый толк на 2 уже в скачанную игру играет а что тогда делать после аука на первом стриме пути следующее колесо играет другую группа к 1 качается скажи машинку на день чтобы запускались игры в облаке ой никогда с облаком не имел дел бля я подозреваю что пройдет конечно все как полное говно если вообще пройдет страшно когда изгое дружище завтра за 500 тысяч миллионов рублей закажешь у меня как не сделал так чтобы одни смотрели в одну сторону другие в другую или мне нужно сюда отразить не сюда точно нужно отражать а я все испортил а ладно я не против пизда грабители закарабченные грабители короче сегодня ночью по стриму наверно посижу посмотрю как люди проводят ауки прикинули какие-то правила можно ходу что будем додумывать может быть корни черт по обсуждаю не знаю но еще надо ограничение стать это закажет и был топ симулятор будешь три часа пазл собирать а чё в чем смысл комнаты а чё-то произошло вообще в этой комнате а чё-то произошло вообще в этой комнате но тебе того короче а а а а а а а а да как же это отвратительно игра сама мне составила взять бомбу в руки ебать опаснее ничего менять не стоит трон шевелится вы видели о ее трон шевелится давай-ка трон хорошо но сперва мы зайдем в комнату с кровать кровать убрали и украли компас посмотрите как у меня мешок с кинстонами наполнены и только сейчас обратил внимание 6 я даже не верен то что их все можно куда-то потратить песников когда вы игре столько нет ну кстати нормально мы пока все собирали вроде у всех мастеров апнулся нет там один из мастеров требовал вообще 7 свитков троймастер вроде требовал прыжок чтобы у меня был я забыл к нему зайти а сейчас уже далековато возвращаться как к мм ли мы относишься нормально мне кажется я буду проводить игровые аук у меня закажут и по террарию и айсека бля почему не сжигается да с прыжком к обычному мастеру пошлишься на хомячка для такого случая нужны ограничения да я не против не террарии не айска если честно прохилиться ну когда за донаты речь идет тогда нормально я все думаю по поводу того что гоша написал про тейбл топ симулятора как сформулировать вот мысль чтоб такую хуйню не заказывали можно написать что заказывать можно только игры но вдруг тот скажет ну блять это игра по угару закинет 500000 на тейбл топ симулятор я думаю еще по поводу деятельности кто сколько играет я думаю еще по поводу деятельности кто сколько играет в игре салка именно минимальное время которое необходимо я видел что реквизит вроде два часа играет но для меня два часа наверно будет очень много я столько не стримлю чтобы это чтобы это выглядело нормально я выдумал насчет часы но блин для террарий какой-нибудь наверное час это мало просто таким же успехом можно было бы посидеть в лобби этого ой а ладно здесь прыгать можно в лобби короче ты был топ симулятора посидеть с чатом пообщаться сейчас река сейчас играет потому что по желанию чат из его продлить да я даже не знаю как честно это был топ симулятор работает я у него заходила один раз жизни вообще донаты продлевает батюшим суетная база что делать с коп играми но очень мало есть игр которые играются исключительно в кооперативе обычно в коп игры можно и соло играть побольше кстати изобрел аук по играм без ровно да чё-то я такое слышал как это вообще происходило такой бля парни есть идея а чё-то странно было я как будто поставил воздухе почему не может взлететь отсюда просто поча спасибо за поздравление да ладно могли бы уже это на следующем стриме но спасибо мне стрелы зачем-то дали но вряд ли отсюда могу стрелять не это или с меня уже 25 уже совсем стар выглишь на 17 ну ну не 17 уже наверно не очень не на 25 конечно но мне кажется уже не на 17 это скорее щелы которые так 17 выглядят они какие-то астероидные спасибо чат спасибо большое за поздравление по моему когда я делал ролики по тем фортерсу я был на первом курсе так что я уверен то что вы мне застали школьником что вы мне застали этот момент но чтобы вы мне застали о эй считая не считай не считается понятное может быть и школу ушел только для того чтобы меня школьником не называли бля какие ужасные мобы хуже них ничего в этой игре нет если я мечом стрелил блин лук так мало руна носить отстань друг за дружку блин вступаешь какой нахуй я трезы горжу ура минус 1 давай сюда свои руки давайте изучим технику новую что мне мешает по-моему они вообще не оглушаются бумерангом из брони а где челы эй очень опасно ходить здесь в округе залазь внутрь если всех реплики поменялись или нет мне нужно поторопиться сделать ботиночки для принцессы зельди зельды зельди я люблю моего папу офисим нет не этому вообще настроить то что здесь происходит где цыпленок если он не внутри то я не знаю буду в пешенстве где цыпленок сука у тебя есть плащ и ты получил новую способность я готов хочешь потренироваться да спокойно очень хороший чел экипируй плащ и киры меч прыгни и четвертое момент прыжка взмахни мечом это все что тебе нужно сделать я понял спасибо вам руку обалдеть я понял просто ново прыжка это может пригодится я тебя больше ничего ничему не могу научить юный мастер теперь ты должен тренироваться сам где птенчик куда птенчика я в бешенстве собачки нет эти все работают как ничего не бывало не собачки не птенчика никого кстати а чё там по выпуску газеты новый томик да да я читал давайте прочитаем охрен там что-то происходит но пах кошки сейчас построить дом пока кошек нет самый необходимый предмет в этом году ты видел эти блестяшки которые двигаются вокруг стен твой клинок не работает так что возможно тебе стоит сдаться и не драться с ними но провал ли ты все свои предметы как насчет бумеранга попробуй-ка должно быть это приведет к тебя необычному результату 4 помню такие стенки которые блестели научи нас учитель монстр забрал твой щит мы так просто не сдадимся надежда еще не потеряно быстренько убей его и скорее всего ты вернешь его обратно а то есть щит можно потерять если монстр его схавают вот зачем продается щит в магазине прекрасный какой-то там щит который может отражать выстрелы монстров ты можешь его использовать для того чтобы обратить их атаки на них же или как говори или так говорят возможно это просто слух да такая себе конечно подсказка о им пришло первое письмо от читателя давайте ответим на него эй свистблейд какая твоя любимая функция ну наверное это мои брови я трачу очень много времени на этих сакеров вот так вот очень интересный выпуск давайте купим новый выпуск мне кажется предстоит еще много покупать экземпляров бля это все читать сразу не потом ладно сейчас сделаю пока не надо исполин есть косточка что поднять скорее всего ты встречаешься более чем с маленьким количеством скелетиков в своем путешествии поэтому в этом выпуске я тебе расскажу как херачить кости хорошие крепкие увесистый удар в бошку должен сработать это их слабое место попробуй фигарить их волшебной палкой походу а также тебе нужно попробовать свою вазу их голова просто сносится они распадаются на кусочки когда теряет свою голову научи нас учитель эти дурацкие бомбы если тут дальше их своим клинком они будут бегать по повсюду и взрываться но можешь не волноваться в этом выпуске я научу тебя как с ним бороться лучше всего использует стрелы одной стрел достаточно для того чтобы их взорвать ты можешь стрелять с безопасной дистанции также еще вообще то есть у тебя ваза может засосать их и выстрелить ими и они даже взорвутся если с чем-то столкнуться световые стрелы прекрасны они проходят сквозь траву и они убивают монстра с одного попадания они хэнди и дэнди и супер-дупер ультра полезные ну или так кажется возможно это просто слух новые вопросы от читателей как много у тебя сиблингов что такое сиблинги я не знаю это фигурки наверно зима рождение зима рождения всем спасибо всем спасибо а родственники о горит и шлиф 9 не считая призрака свифтблейта первого я самый старый но опять же если мы не считаем свифтблейта первого чё по всему миру реально 9 мастеров так можно еще один чтобы ты хотел добиться с 25 год своей жизни не проебла нет то что есть поисках силы ты когда-нибудь видел золотого монстра когда ты соединяешь кинстон кусочки ты можешь с редким шансом встретить такого они гораздо сильнее чем обычные версии этих монстров и конечно же если ты видишь одного из них ты получишь действительно что-то хорошее если ты увидишь такого однажды делись с ним моментально просто бросай все свои дела и фигарься ой блять я все прослушал придется заново читать научи нас учитель какие-то шипастые ситуации эти шипастые маленькие шипастые монстры твой меч не наносит им урона вовсе но если ты взорвешь его а чего если перевернешь его своим щитом чего нахрен а также есть другие способы их можно перернуть при помощи бомбы этих человек можно было что переворачивать спасибо call dreams или можешь использовать всю волшебную палку ну чё дальше там ничего не понял swift blade колонка детонирующие бомбы есть секретик ты можешь взорвать их тогда когда ты хочешь не правда ли это круто а как взорвать тогда когда я хочу и то есть такой апгрейд может блять что я помню не дочитал безусловно Угу. Свифтблейд хочет отправиться на ферму лон-лонов. Однажды. Он увидел призрака Свифтблейда первого, который победил корову собственными голыми руками. Ну, вообще-то это немножко грустно, если честно. Увидимся в пятом выпуске. До скорого, воины. Блин, ни хрена себе здесь этих, конечно, изданий. Вот куда мне рупии надо было тратить все это время. Какое-то суперкрутое издание. Нюслетр 5. Хочешь прочитать? Хочу очень сильно. Подожди этих чили-чампов. Ты когда-нибудь видел волшебников, которые кидаются с заморозки в тебя? Да, те, которые постоянно исчезают. Это они именно. В следующий раз, когда они появятся, бахни их своей лампой. Огонь против льда. Это закон природы. Научи нас, учитель! Эти свиные... Свинорылые моблины. Я думаю, ты видел, как они болтаются в лесах Миша, не так ли? Они большие и тупые. А также очень богатые. Можешь фармить их для быстрых бабок. Сказать про мастеров кишек пока не надо. У меня еще много чего исследовать есть. Я слышал про мистический амулет, который... Прокачивает твои способности, если ты его используешь. Ну, по крайней мере, это то, что я слышал. Возможно, это слухи. Однажды я пойду к кузнецу. К Смиту. Это мой батя. Дед. Старый мужичок пока все еще выглядит бодрячком. Но я что-то немножко парюсь насчет чувачка, который бегает в зеленом. Увидимся в шестом выпуске Воины. Говно, выпуск. Тратим все деньги. Бля, у меня хильц теперь не ищем из-за того, что я потратил все деньги. Ладно. Ой, синий томик. Шестой. Читаем. Вот что тебе нужно делать. Называется выпуск. Видел ли ты монстр, который окутан в... Бинты. Он пытается себя схватить. И есть супертип. Они легко загораются. Особенно... Мумии. Я думаю, мне не нужно говорить об этом, не так ли? Да, я знаю. Ты знаешь, что я планирую сказать. Все правильно. В этот раз тебе нужно... Сжечь их мир. Че нахрен он говорит? Сумасшедший. Какие-то тяжело вооруженные мастера этажей. И их друзьяшки-мастера стен. Они действительно доставучие. Но если ты победишь их... Говорят, что ты станешь богатым. Но, возможно, это просто слух. Не ругайся на меня, если окажется, это не так. Пока Мэйпл жаба. Можно потом пойти курицу фармить. Если так сильно надо. Можно, кстати, реально. Рупии ворующие мразоты. Эти замаскированные под рупии... Ублюдочки. Эм... Воровали у тебя очень многое не так давно. Я слышал то, что... Вы, жадные приключенцы... Вас, типа, засасывает. И я слышал, чем вы более жадные, тем больше они забирают. И письмо пришло. Эй, Свифт Блейд! У тебя есть хобби? Тренировки! Увидимся в седьмом выпуске Войны. Погнали, куриц покидаем. И это. И поспим, наверное. Если мне дадут поспать. А у нее, блядь, все это время курица сбегает. Сейчас, кстати, никого в городе нет, поэтому будет очень легко, наверное. Маша, darkest мурица! Я не вод mee, два писал. Я реклама, fak cement. Курица, шикарный куриц. Я вроде скрою. Курица. Погнал. Деньги мифлати. Бля, откуда у нее столько рупий? Неужели курицы так много ей приносят? Все детишки теперь здесь. Что такое файв? Моя мамочка жена, а не волк. Ну и юмор конечно у них, звучные какие-то словечки. Все можем отправляется обратно наверно. Ща посмотрим еще что там с кошечками. Может быть пора дом построить? Кошечек нет. И человек этой строит дома тоже нет. Надо же они все вместе пропали. Поехали. мог стать о чем-нибудь банку набрать но пофиг молоко есть с какой стороны пойдем с левой и с правой правой как будто еще куда-то проход есть понимаете? понимаете? а а он Надо просто на платформе поставить. Как происходит получение инвент ФДС? Ты... А, тут можно прыгнуть. Ты покупаешь награду за баллы, и модератор тебе отсылает в ОВЛС. А, я сюда не могу кидать. Ладно, а к чему тогда вообще этот проход? Ты... Окей. На мете, штуки в любом случае нужно активировать. Угу. Угу. Да что лук есть, это понятно, но я, во-первых, не уверен, что там лук пробьет, во-вторых, я не уверен, что их нужно не одновременно использовать. Кнопки эти. Так-то я это и планировал попробовать, потому что больше вариантов никаких не осталось. Можем фенечку взять. То... 可以, сколько вообще! как он быстрый не очень плохо наборами а чё по бомбам как будто сквозь нее прошел бомбы сложно платить он оглушился вспомнил от бомбы ли правда и оглушение было очень коротким ну-ка если я попробую новую атаку не эти хайпер фреймы пиздец он больно бьет лучше бы я так не рисковал конечно еще один боялся чел ох ты они еще все разные такие прикольно ебать вы чё это надолго телепорт на базу а с каждого выпадет ключ потом я сдвину это говно и возьму главный ключ да черный очень быстрым тут есть бесконечная хилка спаки пиджат если кто-то еще уходит то тоже споки пока начни кейм бля два страха два сразу это конечно страшно опа бля очень короткий стан длиннее чем на черном конечно а заряженный клинок не пробивает вас насквозь сбил мою заряжаемую атаку не насрать это лохудра козел сбил мою фулл хп блядь я получил от поджога моспит и еще быстрее все зажег призраки призраков по-моему засасывать кстати нельзя колонны не толкаются по-кчем первый ключик нашли подальше от компика я сидеть как-то ногами чтобы его случайно не вырубить как у меня бывает как и Субтитры сделал DimaTorzok Новая рука Зачем там много стрел дают? Старые руки немножко по-другому работали Эти прям как руки мамочки Субтитры сделал DimaTorzok Ай Да блять Так, окей, с этой колонны можно начать Эсполин, даже для тебя там в конце Рецензии на Лигу Легенд Есть, так сказать, месседж Че, мне пад вниз? Это должен быть тесной проход Лучше их сперва оглушать, прежде чем поджигать Потом могут ненаруком схавать Вот это полная утилизация гайдов Свифтблейда Ха-ха-ха-ха Это куда идет? О, сундук Вкусно было, Федь Всю банку шлицхавал Мне кажется, Нутелла переоценена за ту стоимость Которую просят Че хотят? Или это просто так проход? Наверное, просто так, да? Я случайно упал Баг, сейчас есть миллион дешевых аналогов ее И они все какие-то не такие вкусные Ну, не то чтобы она супер вкусная Они еще хуже Хотя я не особо хантил Потому что мне как-то Нутелла так Постольку, поскольку Великий командир Наш властитель Наша планета процветает Ну, наконец-то 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 Феномен начал процветать А не голодать и умирать там все Спасибо, Коль Я тебе счет звонил Не дозвонился Видимо, ты не дома был Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видимо, просто так А, хотя есть кнопка Не, кнопка же ресетает Тогда просто так Субтитры сделал DimaTorzok Ой Да е-мое Да пипец Это просто глупость какая-то Может, я уже пойду Я хотел в них сперва атаку зарядить С прыжка Но они в момент каста меня ловили Как это такая бессмысленная атака? Просто пофлексить, не более того Часто смопчиков здесь кинстоуны выпадают Пим-пим-пим Там 4, наверное, ключа нужно, да? Субтитры сделал DimaTorzok Блин, нокбак сильный О, успел две атаки зарядить У красного не так много КП Как бы мне их так По-человечески поставить? Блин, они же еще могут сгореть Да, тут Народостная проблема Что они могут сгореть А может быть, это когда я получаю рулоны, они горят? Не, они тоже сгорают Вот это что-то ком-то мне вообще не нравится Перебор У меня мозг не может мне сгенерировать картинку Как мне их нужно поставить Чтобы это все активировать Может быть, их вообще всех в одной точке поставить просто и все Тогда и пройти будет легко А заряженная атака мы, наверное, активируем просто А еще у них атака не заряжалась Бежим Блях Что-то мне кажется, я потратил на это гораздо больше времени, чем она этого заслуживала Ну ладно, прошел Так, про этих магов мне ничего не рассказывали, как с ними бороться Но Бумеранг, как всегда, приходит на помощь Окей Вниз, наверное, падать не стоит Но я на всех случаях упаду Скорее всего, это просто если тебя под огнем закинули туда Кошмар какой Горите, парни Блин, я что-то высасывать, конечно, бошки скелетов Когда я могу их ваншотнуть клинком Уже не выглядит, как хорошая стратегия Светблайда Все получается Мы идем Открывать все Каменные блоки Посох Разве скелетов? Посох, он говорил, на черепах Можно использовать А бомбочки нужно луком Или ты имеешь в виду как раз на черепахах и попробовать? Это черепки, но это не черепахи Че ты зря сюда залез Давай кириллак, спасибо Кушать охоту А где по центру проход вроде Можем захилиться У меня еще банки полные, но тоже пойдет Пока крикер Не показалось ли стенка блестела? Казалось Прикольно Но они растворились Большой ключ Все что ли это? Весь данж? То есть лута в нем не особо много Ну и смысл, наверное, нет Это уже финал Теперь нужно подняться на третий этаж И вспомнить, как это сделать Можем у телепорта есть Так, это первый этаж Это на третий Надеюсь Перебивем Ахахаха Персистент Без понятия, что это значит Персистент Настойчивый Ты настойчив, не так ли? Ха-ха-ха Ты пришел остановить мою маленькую церемонию Хорошо, но ты опоздал Сколько много слов Еще три звона в колокол И церемония будет завершена И с третьим звоном колокола Я стану богом И твоя прекрасная принцесса Зельда Будет являться Холодным мертвым камнем У нас нет времени Погнали, Тиджик На крышу Бежим Ой, ё-моё Куда погнали? Ты меня затроллил, блин Может, на них работает? Не, вообще ему пофиг Холи, дружище, я сейчас тебе бомбу кину Считай до трех Вообще, получается рон А если я пролечу над ним Ну, вам пока Хе-хе В какую категорию пройденных засунишь? Шедевр, советую Но мне нравится, как она сохранилась Поэтому хотелось бы ее повыше закинуть Потому что она до сих пор актуальна играется Ты-то слышал, Диджик? Скорее! Осталось только два звона Хорошо Лучше их сразу перебить всех Поккинстоун Все, трупик не золотал А там что-то мопы не открывается для атаки Не факт, что он может открываться Еще один звон Еще разочек и вся работа Ну, что-то там Короче, конец будет всему живому Бляха, трища с черным Сумасшедший Прикольно придумали Но красные вроде ватненькие Поэтому разберемся с ними Не успел ударить Окей Продолжение следует... Я наконец-то провалил ковидом и еду на работу в четверг. Красавчик. Если тебе все-таки нужна помощь с картриджами и подобной истории, то я из Америки отправлю. Вообще суперский Егор. Это очень хорошее предложение. Пока что я им пользуется не буду, потому что нам все еще есть во что играть, но... Но в случае чего, я хотя бы знаю, к кому можно будет обратиться. Спасибо огромное за донатик. С выздоровлением тебя. Мне писал кто-то в чате. Только я забыл уже кто и предлагал тоже. Нам пока есть во что играть, но если ничего не разладится в плане доставки, то, наверное, да, может быть, было бы прикольно через кого-то заказать. Я бы там доставку оплатил, все бы оплатил. Главное, просто будет разобраться с переводами. Прости большое, я из доната и за предложение. Я больше не модерпок. Здорово, Никит. Я со многих поснимал модерки. Осталось только три модератора. Элис, Янис, Владимир Виар. Че напился? Это был я, Кутич. Привет, Мурнич. Да, это был ты. Цвет, Ника. Да и Ник, в принципе, сейчас всплыл, да. Ну, хорошо, что без обидок. Опил себе пиво, увиделся с другом просто. Понял. Ну, это замечательно. Еще пара моментов, и церемония будет завершена. Ты действительно одержим тем, чтобы остановить меня, не так ли? Ах, очень хорошо. Я не поглотил еще весь источник света. Силу света. Которая таилась в Принцессе Зельде. Суфис. Сафис. Достаточно. Спасибо, Соник, за 100 рублей. Мой любимый герой Соник. Еее. Спасибо большое. Спасибо, парни, за донаты. Я уже забыл, как слово переводится. А, ну этого должно быть достаточно, чтобы я превратился... ...во что-то неостановимое. Но позволь-ка мне сперва разобраться с червяками, которые будут стоять у меня на пути. Ха-а-а-а. Ой. Что, свадь, деремся? Финальный босс? Я тебе больше не позволю нарушать мои планы. А, позволь мне показать тебе мою истинную силу. Так, надо бы захилиться сразу. Будет круто, если с этим боссом придется, типа, вообще весь эквип использовать. Но в глаза его стрелять нужно, это точно. Щит. Я уверен, что нужный щит. О, нет. Щит не помогает. Хорошо, мой любимый герой Соник. Спасибо большое. Походу, только луком надо стрелять. Чёрную дру ссать. Толковая мысль. Толковая мысль. Толковая мысль. Толковая мысль. папа я думаю после уничтожения от этих маленьких штучек только начнется драка ай а ноги вец я все не понимаем точно не работает бумеранг просто может быть я в неудачный момент выкидал молочком до выпить может быть щит взять мне кажется полезной штука может быть пробивает кущей каши полезная штука кей а а а а а а да ты чё шутишь как не время поджёг это не все я вижу то что ну короче он респектит мои боевые навыки и отмечает мою храбрость но я не переживу этого я заряжен силой которую ты не сможешь даже понять думаешь жалкий мечик сможет тебя спасти от меня так надо выпить мачка что это стрелу дают давайте пробовать тут надо этими клонами потом нафигарить его не понял проходит урон с меча или нет судя по звуку лук вроде попадает что-то мне подсказывает что луком я буду очень долго убивать есть сейчас весь урон склонов проходил спасибо истинная сила вате оказалась кусочки щипятся из детства п报ков плохо 2 никак поставил ой не станет сторон то я могу просто за и оставаться а и походу когда любой двойник ловит электрический шар меня тоже дамаж действительно я вообще урона носил все это время печальная история они наверное когда синие тогда их могу атаковать клонами или еще раз стрелять надо а может чем-то другим нужен теперь просто а 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 что случилось у него только передние видимо а а нифига не пойму с этими синими шутками в этот раз у него сзади они ходу все заряжаешь но бить нужно только красные все равно но у меня слишком мало здоровья да нет душ вроде босс вроде не супер то и душные да можем сейчас попробовать все глаза не открывать но и сейчас и лицарем еще драться да и моё я 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 филар фрежек г.г. привет напоминает что когда-то это был маленький минишь чем против которого мы деремся для сбил либо я один глаз не заливаю до там бы заряженная так наверно подходить чтоб наверняка она сбивается блин обо все подряд заряженная атака тихо-тихо-тихо тихо-тихо гандр медик спасибо всем за рисовку что а это Он сам не дамажит Просто толкает Прикольно, блин У босса в ретро-игре нет урона с касания Невероятно Хотя такая ли это уже ретро-игра прям Лет ей много, но Надо чтобы прям супер-ретро Опять сбил зарядку, гаденыш Фак Да, ты че шутишь? Давай без выкрутасов, пожалуйста Ну что ты срешь-то? Урод Он просто их поглотил своей кушкой Пиздец Окей Что, что за безумие? У меня Сила Бога У меня Неостановимая мощь Как я могу проиграть ребенку? Ты это сделал Невероятно Теперь быстрее Мы должны разрушить проклятие Зельды Теперь, Тиш, когда у тебя есть сила Клинка четырех Ты должен вернуть Принцессу Зельду в нормальное состояние Дэш стрельнул в нее Че не так-то? А, нужно подойти и вставить, наверное Нет? Не понравилось, как я стрельнул? Тиш, спасибо тебе большое за то, что спас меня Когда я превратилась в камень Я видела то, что видишь ты Как будто это был сон Похоже, проклятие разрушено Я рад, что мы успели вовремя Блин, какой эспилон Гандон тогда Если он заспойлерил вот настолько неочевидную фазу И сейчас реально будет босс батл какой-то еще Я его буду ненавидеть до конца жизни Теперь замок разрушается Здесь слишком опасно находиться Быстрее, мы должны убежать с этого замка Потому что буквально выглядит все так Как будто конец О нет, дверь заблокирована У нас не остается другого выхода Нужно вернуться обратно в святилище Еще бы вспомнить, где святилище Где наши ботиночки Светилище Эспалин Эспалин Полный козел Ненавижу его абсолютно полностью Блин, ахрена люди настолько спойлерят Ты не убежишь, мальчик Теперь ты увидишь истинную силу Света Я стал Ваате Мастером этого мира Владыкой Ой Паду идея та же самая У меня, кстати, стрел очень мало А может и не та же самая Может отражать надо? Пробуем все, что у нас есть Ладно, пока убегаем Руку заснул куда-то в червоточину Можно меньшим становиться здесь Давайте становимся меньшим Я бегу, дружище Ладно Больше не бегу Куда? Все, все, я понял Я очень рано превратился Можно ли отразить это щитом? Можно ли попасть тебе в глаз? Стрел тут пока я не вижу, чтобы выпадали Наверное, значит нужно без лука Так, щит не блокирует Ничего не понятно Ничего не понятно Точно не лук, потому что стрелы не дают И клоуна не умеет стрелять Слушай, не, Номи, ну я первый раз сдох против босса И мне казалось, типа Вторая попытка для финального босса зельд Звучит как вполне себе норм По крайней мере, пока проход не завалило Было не столь очевидно Может ваза снова нужна? Ну еще рукой стреляет какими-то прожектайлами Может быть их можно отразить Электрически нельзя, но может быть то, чем стреляет рука, можно Маленьким, я думаю, придется превращаться Когда он обездвижен будет Или типа того Да емая Это тоже не блокируется? Бля, у него ничего не блокируется Вообще, у меня пока что на людей каких-то, если честно Ну может быть бомбы могли бы давать С этого С подрыва его же Ну вообще, да Скорее всего бомбы не помогут Лук не поможет Палкой переворачивать нечего Мне сейчас придется С прошлыми фазами тоже драться, да? Наклонов ему тоже насрать Миш не может делать Клонов Это, блядь, вообще адекватно? Блядь, нахуя Рука из жижи Поднимается Палкой Волшебной Я причем, кстати, стрелял вроде в нее до этого Но это, видимо, не все Да, то есть, скорее всего Бля, он еще ходит Постоянно сверху Скорее всего, надо будет еще где-то клонов использовать Тоже Вернись Ну, пожалуйста, вернись Да, ну еще Кнопка переката и действия на одну и ту же клавишу забинжим, если что, в этой игре Еще я пока все эти штуки не разрушу Мы будем с ним драться Итак, по одной, как же, раз ломать буду Эта хрень вообще ром получает? Или тут должна быть какая-то особенная косоглазая, да? Понятно И время кончается Все понятно Нужно еще особенную хрень бить Ток не удаль меня, пожалуйста Пиздец Охуительный босс Просто прекрасный Самый честный Самый любимый Но мне не хватит хп просто Это полный идиотизм Наверное, мне лучше отсюда выйти О, рука уничтожилась Пощады Там причем еще нужно попасть именно в самый нижний сегмент Который вообще никак не подсвечен Ух ты Интересный флекс Не успел сломать Че надо? Не успел сломать Клоуна Да я не верю, что здесь лук должен быть Но чаще здесь эта платформа тогда Да и стрел здесь не дает Здесь не может быть лук Нужно что-то разрушать нужно, когда они стреляют Батяная фигня этой Да, вроде нет Может нужно отразить эти хрени, когда они стреляют Наверное, да Я не считаю сейчас Ну, не считал Пошел нахуй, The Perfect One Заткнись, придурок, вонючий очкошник Я представлю, что этот босс это ты И я отпишу тебя Козел Сдумал мне день рождения портить? Я тебе в глотку насыру Таня, извини Следующий ватрай пройдем Сейчас, наверное, электрические шарики еще более неприятным образом будут лететь Надо бы рискнуть попробовать успеть зарядить Неужели? Неужели не придется снова умирать? Дурак, но сила света Моя сила У меня была такая сила Может быть это не все Сейчас бомбанет истинная форма Что, превратился обратно у маленького миниша? Сейчас придется его очень маленьким побить Тиджик, слава богу, ты цел Ты победил два Ати Ты хорошо справился Но мы потеряли так много Замок, все эти люди Шляпа Что произошло? Проклятие Смерть ваати Разрушило проклятие Которое он на меня использовал Ну не смерть, а победа над ним Меня зовут Эзла Я мастер Истории минишей И Магии Магическая шляпа Это мое создание Но ее безграничная сила Создала Ничего Кроме проблем для людей Если хоть Какая-то надежда То, что вы сможете меня простить Я знаю, что многие пали И большая часть этого замка была разрушена Деспейр Забыл Деспейр Отчаяние Я все равно не могу перевести Мое проклятие было разрушено И Зельда Все еще Заряжена Некоторой силой света Возможно Возможно Вместе мы можем что-то сделать Возможно Кто-то Ну типа Чистым сердцем Будет носить эту шляпку Он сможет сделать вещи Такими, какими они должны быть Принцесса Зельда Позволь своему желанию быть услышанными Причем Зельда не Линк Она всю игру стояла в камне А Линк помог так многим Столько куриц спас А как же теперь мир исследовать Если всех монстриков не будет Вы что с ума сошли Вернись как было Эй, посмотри на замок Эээ Все людишки Которые были обращены в камень Они вернулись в свое нормальное состояние Шляпка полностью разрушилась Она была перезаряжена Силой жизни У шляпы есть способность Превращать мысли носителя В реальность Сердце Вайти было насыщено злом И это отразилось на том Кем он стал Но похоже то, что Чистое сердце Зельды Соединилось Силой шляпы И это создало чудо Как кинстоун Похоже то, что наше время пришло Дверь меньшей Открылась однажды Открывается раз В сотню лет И в скором времени она закроется Я должен вернуться к себе домой Я знаю то, что Достоял вам много страданий Но зло Короче Злые силы были Ну не иссушены Наверное Просто развеялись Сила принцессы Зельды Восстановила Свет в Хайруле Добро Что ж, Киджик Мое приключение с тобой было Впечатляющим Если не сказать больше Вообще-то Я более чем Разочарован То, что Наши пути расходятся Пожалуйста Прими это А во всех играх до этого У Линка была шляпа? Да вроде же была Знаешь, если честно Я ни разу не видел Как ты носил шляпу До этого момента Она очень Идет тебе Маленький герой Он превратился В очень маленького Минише Раздави его Раздави у Линк Прощайте, друзья Или прощаемый друг Все Хорошая игра Ну, финальный босс Наверное, мог бы быть Чуть более понятным Конечно Лучше бы ему Еще атак добавили Больше хп Больше атак Ну, чтобы хотя бы Понятнее было В принципе, рано или поздно Конечно Все можно перепробовать И найти какой-то способ Решения Как его убивать Но из того, что у тебя Занимает Очень много времени Подготовка И вот эти все Какие-то Минорные фазы Это Напрягает Затягивается Теперь закрываем игру На 100% Посмотрим Может быть, пройдем Может, нет По идее на 100% Не суперинтересно Проходить Потому что нам просто Будут давать Какие-то дополнительные Миштяки Которые уже Ни на что не влияют Ладно, перфект Ван, ты не обижайся Потому что я тебе Грубости наговорил Под руку попался Горячий Я теперь переживаю То, что ты Покинешь мои стримы И больше никогда не придешь Стримы по ГПА Были superinteressными Как по мне Но ГПА Стримы только начинаются По факту Это только первая игра На ГПА В игрушке Много таких непонятных моментов Чего делать И как дальше продвигаться Я бы, кстати, не сказал Что супер много Если честно Я бы сказал, что мало Там За все время Наверное, была только одна Как будто в глаз Что-то залетело За все время Была одна стена Неочевидная Которую нужно было подорвать И игра К сожалению Обучает тебя Подрывать такие стены После того Как ты встретишься С этой стеной Она тебе говорит Ну знаешь Есть вообще-то Неочевидные стены Которые стоит подрывать А еще можно Стены прокликивать И когда тебе Эту всю информацию дают Она уже становится Вообще не актуальной И если честно Непонятно Как это вышло ГБА стримы Станут частыми Гостями На твоем канале Не знаю Посмотрим Я вам скажу То, что просто Не рассчитывайте Что Остальные игры Будут такими же Крутыми Как это Очень многие игры На геймбой Проходятся за час-два А остальные контенты Это типа знаете Вот тоже В форме на 100% Каких-то там Пикапов всяких Квест диджи Подошел к концу Но Очевидно То, что это не конец Зельды Очевидно Что это не конец Путешествия Приключений Зельды И Тиджи Легенда Будет продолжаться Так долго Как Сила света Будет проходить Через Века Че Сколько они картинку Пихнули на картридж Это не трехмерная Еще игра Некоторые 3D-шные Наверное Игры на геймбой Весят очень много Дальше Утрою Всяга Всяга Всяга